Это очень опасная вещь на самом деле. Если женщина принимает духовное члено, она должна понимать, что Гуру и Муру не заменит. По сути дела, в ведической традиции вообще женщины не принимали Гуру. У них не было такого. Мужчины принимали инициацию, женщины не принимали инициацию. Но поскольку в современной ситуации женщины тоже хотят идти к Кришне, и у них нет духовного предвелища, и Прокупант разрешил принимать инициацию, но нужно очень четко понимать, что в уровне психологии это большая проблема, нужно быть крайне осторожным, чтобы в этом подсознании не совершить эту подмену. Не любишь фотографии, если его выстанешь и так на ее... Вот это к тому, о чем он говорит. То есть женщина может подсознательно своего мужа, сравнивая с духовным учителем, не в пользу мужа. Потому что, ну, в общем, это может быть раздружительно для семьи. Я знаю один такой пример, буквально неделю назад я говорил с этой женщиной, и фактически ее сейчас семья находится на грани развала, только по той причине, что у него появился наставник, и мужская у нее просто вот стала некий, ну, то есть она просто пренебрегает, потому что у нее вот такие сильные духовные запросы, а муж, он не может обеспечить ей этому уровню, так сказать, прибежищем. Поэтому она его фактически отвергает. Она глупая, потому что, значит, если пройдет какое-то количество лет, она будет очень горько сожалеть об этом. Ну, уже ничего не зябло. А муж преданное? А? Муж преданное, да. Но если муж не преданное, тогда? Даже если муж не преданное. Все равно. Женщина должна понимать, что семья – это семья, а духовная жизнь – это духовная жизнь. Не нужно эти вещи смешивать, нужно с обладой. Любая женщина, где она может быть так... Как Бог. Правильно, правильно, правильно. Нет, ну в этом, в принципе, ничего плохого нет, потому что это обязанность мужчины зарабатывать деньги, и поэтому женщина, она любит деньги, потому что если она не будет любить денег, мужчина просто не будет их зарабатывать. Но вопрос заключается в том, что если женщина, она материалистична, то у нее не будет вот этого ощущения меры, и она не будет вот этого желания, она будет как бы использовать мужа для того, чтобы он зарабатывал деньги. Не для того, чтобы его возвысить, чтобы он чувствовал себя. Знаете, как? Когда мужчина деньги зарабатывает, женщина вдохновляет на это, он чувствует в себя, ну, свою достоинство, да, вот я зарабатываю, я содержу семью. То есть мужчина, он чувствует определенное вдохновение от этого. Но если женщина материалистична, она будет из мужчин это выжимать, но мужчина не будет чувствовать свое достоинство, он, наоборот, будет чувствовать, что его просто используют. В этом случае будет обратный эффект. Сказка о золотой рыбке, да? Да. То есть типичный пример. Типичный пример, там, сказки о золотой рыбке. Помните, да, все? Про разбитые корыто, и вот про все эти дела. Это четкая иллюстрация физической логики. Просто про сайт. Да. Это означает, что мужчина еще не до конца принял позицию, ну, сейчас со стороны мужчины осмотрим ситуацию. То есть мужчина не до конца принял позицию слуги и ученика. Если он предъявляет претензии женщине, это означает, что он находится обусловлен. Зависим. Зависим от нее, зависим от тела, от идеальных условий. Истинный слуга, он не может предъявлять претензии своей семье. Он должен удовлетвориться тем, что у него есть. Это вот это изобилие, да? Типа изобилие, которое мы рассматриваем. То есть он должен чувствовать сам факт, что его жена просто принимает Кришну, для него должен быть, или даже не принимает Кришну. Вот все, что у него есть, он должен принимать в благодарность. Вот это качество ученика. Если мужчина духовно незрел, он будет предъявлять претензии ситуации. То есть первый момент, это духовно незрел самого мужчины. Второй момент, может быть проблема со стороны женщины, потому что она может, ну она может как бы, она может не давать надежды, что ли, какой-то. То есть может создавать такую беспросветность в семье, что мужчина может думать, что как бы всегда будет так. То есть она должна как-то давать понять, что она тоже развивает. То есть она должна эти вещи доносить до мужчины, чтобы он чувствовал, что на самом деле его понимают. Потому что если мужчина не чувствует, что его понимают, он теряет силу группы, теряемых моментов. вот эта вот эмоциональная, вот эта энергия женская эмоциональная, вот она заказывает, и она, как бы, женщина должна понять, мужчина должна чувствовать, что женщина его понимает. Потому что если мужчина не чувствует, что женщина его понимает, он теряет присутствие Духа, слабеет. А вот как правильно предъявить претензии, чтобы вдохновение человека не терял? Это хороший вопрос. Давайте разберемся. Так, значит, мы это будем с вами разберем, когда мы будем хорошие слова писать, которые женщина может говорить мужчине, чтобы обновить его. Давайте с плохими закончим. То есть какие еще могут быть фразы, которые разрушают мужчины? Мы же уже писали? А, написали, точно. Записали. Тогда нам нужно вернуться. Сначала прославить, а потом сказать недостатки. Ну да. Накопить байки хороших слов, а потом рассказать тех. Фразу какую-то можете сказать, в которой вот... Я верю в тебя, если бы не ты, у тебя все получится. Ну это да, это вы писали. А вот здесь вот вопрос был, как женщина может... То есть женщина, ее функция заключается в чем? Она чувствует, что что-то не так, да? Она должна вдохновить мужчину на какие-то перемены, чтобы что-то изменить. Вот как она это должна делать? По этикету она должна пойти к тому, кто может на него повлиять. То есть к его авторитету, то есть к чей авторитет он принимает. Это самое, наверное, главное. Так, хорошо. Ну это как бы на уровне взаимодействия мужской энергии, потому что другой мужчина может просто этому сказать, ты вообще... Ну пусть взять его... Конкретно, да? Не всегда... Ну женщина так сделать не может. Ну как сама женщина может изменить ситуацию? Ну, довести его до того состояния, своим служением, когда он скажет, что тебе надо-то в ответ, когда он захочет, что это сделать. А? Что? Остат очень вкусно приготовить. Приготовить, не просад. Всем разога вкусно. И сказать. И сказать. Ложку еще подносить. Еще голубую. Понимаете, очень важный момент в том, что если женщина говорит что-то, и она это говорит в настроении вот этой вот зависимости, что она ждет, что мужчина решит эту проблему, то есть она не становится себя в положении мужчины, говорит, ты должен вот это сделать. То есть она не приказывает ему, а она говорит так, чтобы мужчина почувствовал именно в этот момент, что она нуждается в том, чтобы он решил проблему. Вот тогда мужчина начинает загружаться, его файлы начинают загружаться. как не могу тебе послужить, как не могу тебе послужить. Понимаете, неразумные мужчины это мужчины, которые не верят женщинам. То есть у них есть негативный опыт общения с женщинами. Поэтому если женщина ведет себя правильно, то через какое-то время мужчина начинает верить в то, что на самом деле он, ответственность лежит на нем. то есть проблема, почему мужчина ничего не хочет делать, почему он отказывается от ответственности, потому что он не верит в то, что реально ситуация зависит от него, что ответственность на нем. То есть пока мужчина не понял, что ответственность на нем, женщина не сможет ничего добиться, то есть она будет незащищена в положении находиться. Поэтому женщина должна выработать вот эту линию поведения своим терпением, потому что вот это терпение это женский качество. Почему у женщины есть качество терпения? У мужчины нет этого качества в отношении, у женщины он есть. Потому что именно через терпение женщина, она как бы достигает этого результата. Поэтому необходимо терпение. Так. Ну хорошо, тогда в принципе есть какие-то вопросы к этому, давайте еще. Давайте. вот не хвалят меня, а со стороны я слышала, говорит хорошее. Почему он не делает? Не хвалит вас? Напрямую, а хвалит за глаза. Ну что-то я вам сказал, а там говорит, где-то на стране, говорят, что он очень хорошо отзывается, она у меня такая-такая-такая. Аминь. Не говори, а какие-то куриные еще. Аминь. 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 А там говорит, хороший, только никогда никуда. Плохой не скажешь. Аминь. жена, жена, то есть моё. Я так и знала. минь. Аминь. Минь. Аминь. Минь. Минь. Как бы он нашу. Можно, то есть муго-гор, хочет. Ну, что же она всё делает, то есть то, что хочет, делает это, делает это, это, это. То есть я всё понимаю, что это всё должны делать. Но я же не Мишина, я понимаю, что он очень разумный, у него очень такой разум, силы. И у меня просто кажется, что у него разум такой. Старше мама прочитает, прочитает. У него разум, разум. Он хочет у меня это. Я понимаю, что ей терпение очень надо. Терпи, 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 делай терпение. Вот. В то же время он говорит, почему ты хочешь служить всем, но не хочешь служить мне? У тебя какая-то проблема. Ты хочешь служить всем, но не хочешь служить мне? Нашей семье. Я понимаю, что это проблема. Но я думаю, у меня вроде-то он в порядок. Вроде просадка, кто он? Вроде это все. И думаю, ну как? Я еще не хожу. У меня двойственное состояние. Как здесь быть? Дело в том, что на определенном этапе своего развития духовного мужчина, он очень зависит от женщины. Вы говорите, да? Что пока мужчина не избавился от обусловленности, он рассчитывает на то, что женщина будет его собственностью. И когда женщина начинает вести социальную жизнь какую-то, то есть находить себя в обществе каким-то образом, он воспринимает это очень ревниво. Это подобно тому, как маленький ребенок, вот у него есть родители, и если родители отвлекаются, то он начинает сразу кричать, он считает, что его предают. То есть он очень зависит от того, чтобы родители держали его на ручках и все такое. Поэтому у мужчин есть этот момент. Они, поскольку когда они зависят от женщины, если мужчина зависит от женщины, он хочет, чтобы женщина была у него всегда при нем. Ревность. Да. Чтобы она была при нем, чтобы она все время на него смотрела, не отрываясь. В то же время он не хочет этого. Вот как вот это понять? То есть он хочет, чтобы я была рядом, в то же время не хочет, чтобы я была рядом. Говорит, где на самом деле? Вина Хавина. Когда я прихожу, он мне же сам говорит, ты вот ходишь везде, а здесь ничего не делаешь. Я вообще не понимаю, что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я и туда, и туда, чтобы я просто не могу разорваться. Он говорит, ну как бы, давай, а сейчас он уже хочет поменяться. Сейчас просто посоветуйте нашу ситуацию. Он хочет так сейчас сделать. Просто как вот решить это, просто ну как авторитет. Вот решить, что он хочет. Он говорит, я буду сидеть с детьми сейчас, беру на себя полностью ответственность на детей. Я буду готовить. Я очень люблю готовить. Он сказал, мне надо не готовить. Никогда. Я очень буду готовить. Я беру детей. Я набираю минус сарик и буду сидеть с детьми. Я не буду ходить на Сан-Кита, но с двенадцати до шести будешь на стакет на целый день. Конечно, я счастлива, что я буду ходить на Сан-Кита. Но я знаю, что это не моя обязанность. Это не моя обязанность просто. Он говорит, ты же идёшь в духовный мир и меня за сборки принесёшь с того, что я за Сан-Кита. А я буду зарабатывать деньги таким образом. То есть, мы вообще не понимаем, у нас как бы, у нас всего в долг, с Бог хватает. Куда ещё, каких денег, я ничего не понимаю. У него в голове, вот надо заработать, 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 денег побольше. Но Кришна нам всё даёт. Какой-то там всё Кришна даёт, у нас всё вроде есть, нам всего хватает. Нет, я должен такую машину, я должен такую, как бы. И вот, и у нас разногласия. Вроде, с одной точки зрения, он прав, то есть, у него разум всем, он хочет обеспечить. Но Кришна не даёт. Я говорю, да, в такой ситуации нахожусь, я вообще не знаю, что делать. То есть, по своё пути, как бы. Ему не объяснили, он хочет вот, вот он так хочет, чтобы я так делаю, и всё. А я должна подчиняться, что я хочу делать теперь. Тяжело, просто тяжело такая ситуация. Он хочет, чтобы я делал то, что он, всё, 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 что он говорит, я должна делать. И сейчас он хочет вот так поменять. То есть, вот так поменять ситуацию. И он постоянно поменяет. То есть, вот так вот поменяет ситуацию. Ну, да. Вы давно вместе? Ну, уже 7 лет. Серьёзно? Просто в данной ситуации таких готовых рецептов нет, естественно. Потому что отношения между мужчиной и женщиной очень сложные. но вы можете обсуждать с ними. Потому что мужчины не любят двух вещей. Мужчины не любят, когда женщины проявляют независимость, и мужчины не любят, когда женщины проявляют чрезмерную по коже. Они не любят и не того, и не того. И поэтому вам нужно понять, собственно говоря, что ему нужно. То есть, ему нужно определённое… То есть, он хочет, чтобы было и то, и другое вместе. То есть, надо с ним обсуждать. Почему ты так вот? То есть, я как бы не против, но ты, что считаешь себя правым всегда в любой ситуации, почему ты считаешь, что ты правильно понимаешь? Почему мы не можем это обсудить? В принципе, у нас обсуждения ночами идут. Вот такие. Они не заканчиваются. У нас вся жизнь в обсуждении. Поэтому мы ничего не можем… У нас как бы нет такого определенного обсуждения, чтобы кто-то чем-то занимался, чтобы он занимался вот так. И в то же время он аумы служит. Я вижу, что он служит очень формально. Он повторяет всё и следует всему. И принципы. И стоп очень целенаправленный и простой. И как бы никогда не сказать тренировок. То есть, как бы вот… Я вижу вот эту ауменную, вот эту силу. И я просто… Из-за этой силы я как бы ещё и с ней держусь за него просто. Но эта ситуация, она… Она нормальная? То есть, вы хотите её… Что вы хотите сами? Я хочу. Я просто хочу ходить к Агаринам и всё. Потому что человек хочет. А так как у меня дети, я хочу их… Надо их воспитывать, правильно? Ну, может, не даём их сейчас воспитывать сам? Я говорю. Я говорю. Не надо. Иди на сайте. Он сказал. Ты зарабатываешь за полтора часа. Он сказал. Ты зарабатываешь тысячу рублей. Значит, считать. Ага. Тысяча рублей за полтора часа. Это значит, ты можешь за месяц заточить за квартиру. Я говорю. Да всё. Я говорю. Так это… Да, Владимир Иванович Кришна просто в этот день так получилось. За полтора часа я там заработал какую-то тысячу. А в другой день я вообще ничего не заработаю. Тогда что ты будешь говорить? Он говорит. Ну, и что? В тот день я как бы запрещу свою еду. Ну, и вот и начинается вот это всё. Ну, мы так спокойно обсуждаем. Не то чтобы… Нет, я понимаю. Но в любом случае, как бы, эта ситуация, она… Поскольку мы вместе, мы должны в каждом конкретном случае разбираться. То есть нет универсального рецепта. Поймите, что до тех пор, пока он не очистится полностью, да? До тех пор, пока вы тоже не очиститесь в этих отношениях, вы не сможете гармонично на 100% взаимодействовать и гармонии. Вы как бы мне сейчас пытаетесь сказать, что гармонии нет. Вот есть такие беспокойства. Но это вот для супружеских отношений это нормально. Это просто нормально. Понимаете, в семейной жизни… Я не видел, чтобы в семейной жизни было что-то другое. Всегда есть какие-то беспокойства. Всегда есть какая-то дисгармония. Это необходимо для ощущения. Потому что, вот, как бы, проблему извне в семье, проблему извне решить невозможно. Потому что это находится внутри ваших сердец. Вы только сами можете разобраться. Очистив свои чувства, вы можете разобраться с этими вещами. Я просто хочу сказать, что когда люди вместе находятся какое-то время, происходит переплавка качеств. В какой-то момент они начинают очень хорошо взаимодействовать. То есть нужно просто какое-то время для того, чтобы это произошло. Но опять должна присутствовать духовность. Если её нет, там вообще уже всё перекрыто. Очищений не будет, безусловно. Ну вот, вы диктовали какие-то вещи, я не знаю, но, может быть, не всё здесь есть. Как женщина, скажем, ну как она вот… Вот когда она говорит, ты ни на что не способен, посмотри на соседа, что происходит, мы говорили? Гнев приходит. Гнев приходит. Гнев приходит. Мужчина. Он идёт и смотрит на соседа. А какова роль общества в этих взаимоотношениях? То есть вот, например, мне приходят и говорят, вот у нас какие-то проблемы в семье. И если невозможно ничто сделать, то я как должен себя вести, если мне говорят, вот у нас такие тяжёлые взаимоотношения. И какова роль общества в изменении этих взаимоотношений? Именно в семье. Да, то есть обязательно кто-то ищет где-то в другом месте прибежище, если в семье проблемы. То есть оставить их, разбираться между собой или всё равно какие-то механизмы есть? Понимаете, вообще семья сама по себе – это явление общественное. И если семья замкнута на себя, если она не связана с более широким обществом, обязательно будут проблемы. То есть иначе говорят, у женщины должна быть возможность общаться с другими женщинами, с какими-то подругами. У мужчины должны ответственность не принести не только за свою семью, у женщины должны понимать, что у него есть обязанность по отношению к обществу. Не только по отношению к собственной семье. То есть если мужчина не воспринимает свою жену как свою собственность, он понимает, что у него есть ещё своя жизнь, есть какие-то свои отношения. Если женщина не воспринимает мужчину как того, кто должен обеспечивать только её нужды, как ненужды их семьи, что он служит также и обществу, то тогда семья будет гармонична. То есть это будет как клетка здоровая, которая взаимодействует со всем телом, да? То есть она получает вещества оттуда и отдаёт что-то туда. Да. Но если эта клетка замкнутая, то есть она работает на себя, то какая клетка? Раковая? Раковая. Что-то у меня у наших дочenn Johny. Моя дочь так… Она ко всем его ревнует. Как всем. Ко мне ревнует. Ма себе. Это такие вот вещи. У меня в гостей не приглашают. Никого. Когда в семье, когда семья действует как открытая система, то там не происходит застоя, то есть присутствует динамика в отношениях, и люди начинают свои проблемы решать возле отношений друг с другом. Поэтому ведическая концепция семьи – это не просто мужчина, женщина и ребенок. Это широкий спектр отношений, это кланцы, где есть родственники, друзья, братья, сестры, очень много всяких отношений, вот это семья на самом деле. Вот такой пример привести, мы как-то были в Секундарабаде в Индии, и нас просто, ну группа преданных остановили в одном доме на отдых, и вот представьте, дом такой трехэтажный, по-моему, и там много-много квартир, и живет одна семья, там дядя, тети, там братья, внуки все, и вот они нас все очень тепло приняли, вот, и мы долго с ними общались, там, то есть полное изобилие, то есть буквально ванна – пожалуйста, просад тут же – пожалуйста, отдых – пожалуйста, чистые постели, и все. И я посмотрел, как они между собой взаимодействуют, то есть никакой не ругань, ничего. Вот одна семья, один клан какой-то, как можно сказать, да? Ну то есть все уживаются, ни ссор, ни чего этого. – Да, вот так оно и происходит. Потому что реально мы должны понимать одну вещь. Когда женщина, она взаимодействует только с мужчиной, ее психика, она находится в нестабильном состоянии, она должна взаимодействовать с другими женщинами общества. То есть она там решает все свои вот эти эмоциональные проблемы, общаясь с другими женщинами. То есть сама женская природа, вот эта протягшая, как бы, она связана с обществом. То есть если она не на эту энергию, не… Почему она с женщинами там вот часами по-телефорумски вот разговаривает с мужчиной? Потому что мужчина не понимает, они как-то начали возмущаться. Это просто успокаивает ментальную энергию, приводит в какое-то равновесие. То есть, и когда у женщины есть вот это вот общение в воле широком, она приходит к мужу и она в спокойном состоянии. А если этого нет, она его начинает… 3000 слов в день, она должна сказать кому-то. Да. Вот. И то же самое, если у мужчины есть дело в обществе, если он занят, если у него есть какие-то серьезные обязанности, то он чувствует себя удовлетворенным, чувствует достоинство какое-то свое. И он может спокойно услышать жену, как бы у него нет вот этих вот претензий, какие-то амбиции. Потому что энергия, она правильным образом используется семьей. Это очень важный момент, на самом деле. Поэтому мы об этом завтра поговорим еще, потому что мы будем завтра говорить именно об обществе, как устроено должно быть наше общество, и каким образом общество, оно разрушает личность, и каким образом это же общество, оно может личность возвысить, очистить ее. Завтра будет занятие, которое соединит все эти темы в одно целое. Которое сейчас? Для семи минут. Для семи. Хорошо. Вопросы есть какие-нибудь? Хорошо. Тогда мы заканчиваем. Вы просто хотим про бады? Да, да. Вопросы есть, всё это действительно важном. Спасибо.